Клише, клише, клише. Всё это уже было. Где-то точно было. Впрочем, чёрт с ним. Кто сказал, что пережёвывать и высирать? Чужой сюжет, сцену, концепцию, стиль – это нечто плохое в эпоху победившего метамодерна. Художественной ценности не существует. Высокого и низкого искусства тоже. Попытки объяснить вкусовщину с точки зрения лингвистов и культурологов не так уж и важны, в отличие от маркетинговых исследований. Но о чём париться мне, если всё, что требуется на данный момент – это дописать ещё одну чёртову страницу. Седьмая страница дописана. Дисплей гаснет. Свет гаснет. Дверь открывается. За ней находится комната без окон, на другом конце которой точно такая же, пока закрытая дверь. Если бы мне хотелось найти десять отличий между комнатой, в которой я нахожусь, и той, в которую мне предстоит войти, я бы, наверное, смог это сделать. Но желание играть в эту детскую забаву прошло пару комнат назад, тратить на это время – нет смысла. Клавиатура ждёт. Правила игры простые. Нужно написать семь страниц текста. Нет. Просто зажать одну клавишу и ждать, пока она забьёт семь страниц текста четырнадцатым шрифтом – не выйдет. Это так не работает. Писать бессвязный набор слов тоже. Все варианты проверены эмпирическим путём. Только сюжетно завершённое повествование открывает дверь. Никак иначе. Ни символом больше, ни символом меньше. Единственный вопрос, который меня терзает – что будет за седьмой по счёту дверью? Очень хочется проснуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова